Давайте эту и другие темы прямо сейчас обсудим с Александром Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» присоединяется к нашему эфиру. Александр, здравствуй. Добрый день. Доброго дня. Александр, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк еще в прошлом месяце приводил статистику потерь среди вагнеровцев. Это колоссальные цифры. По сути, четыре пятых уже потери в разном виде. Убитые, раненые, пропавшие без вести, попавшие в плен. Как вы оцениваете состояние Пригожинской кампании? Она обескровлена? Нет, не обескровлена. Мы должны просто различать три основные группы, которые сейчас... Ну, даже не три, я бы сказал четыре группы вагнеровцев, которые сейчас существуют. Ту группу, которую мы можем наблюдать в Украине, это лишь одна из них. Это зэки. Это живое мясо, которое используется именно в штурмовых операциях, для наступления в районе Бахматского плацдарма. И это непрофессиональный, это некачественный, это абсолютно никого не волнующий, никому не интересный ресурс. А есть и другие группы. Например, есть группа вагнера, которая размещена в странах Африки. В Ливии, в Мали, в Центрально-Африканской республике, в Мозамбике и так далее, и так далее. И в Сирии, в том числе, на Ближнем Востоке, в частности. Эта группа численно где-то составляет примерно 10 тысяч человек. И это профессиональные наемники. Они владеют навыками ведения боевых действий. Они не хотят просто в Украину ехать, воевать. Потому что им намного спокойнее, например, в районе Бенгази или где-нибудь в Мозамбике. Но отнюдь им неспокойно будет где-нибудь в районе Бахмута или Солидара. Они отказываются добровольно ехать в Украину. Вторая группа – это те, которые находятся на территории Российской Федерации, а также Белоруссии. И проводят на данный момент подготовку новоприбывших, скажем так, новобранцев, вагнеровцев. То есть заняты именно в их обучении, в полевых лагерях. Ну и четвертая группа – это самая интересная. И здесь в данном аспекте было бы интереснее, конечно же, и западным журналистам и расследователям обратить на четвертую группу вагнеровцев внимание. Это представители других стран. Это представители Европы, представители неонацистских группировок, радикальных группировок, которые проходили обучение также в лагерях подготовки Вагнера. Которые принимали участие в боевых действиях на территории Украины. А сейчас находятся в самой Европе, поддерживают, конечно же, так называемую СВО. И являются потенциально опасным ресурсом в Европейском Союзе, который может быть использован. И который, кстати, уже неоднократно и использовался. Были такие прецеденты в странах Европы, когда бывшие вагнеровцы, они были замечены в разного рода диверсиях и инцидентах террористического порядка. Александр, когда вы говорите, что большая часть вот этих профессиональных наемников сейчас находится за пределами Украины, в других странах, и они не хотят сюда ехать. Скажите, вот о тех, которые в российских колониях и тюрьмах, их будут и дальше вербовать и отправлять на фронт? Или же все-таки настанет какой-то момент, когда профессиональные все-таки поедут, их чем-то смотивируют? Сейчас с вербовкой в тюрьмах несколько осложнилась ситуация. Почему? Потому что, ну, во-первых, желающих уменьшилось. Сарафанное радио отлично работает в исправительных колониях относительно того, какие потери среди вагнеровцев в Украине. И есть еще и внутри воровской менталитет, законы, воровские законы, согласно которым, как известно, вообще вор, как таковой, он не может работать на государство, он не может участвовать в войне и тому подобное и так далее. То есть большая часть тех зэков, которые были добровольно пошли воевать в Украину, они, де-факто, после того, как дали свое согласие на это, они в воровском мере, по воровским законам, но не на уровне, скажем так, опущенных. Это их статус. А, пожалуй, один из самых низких статусов. И даже по возвращению на волю, если они не возвращаются даже на зону, а выходят на волю после, если им так удастся как-то выйти из зоны боевых действий, то они уже даже и на воле будут на много низшего статуса и соответствующее отношение будет в воровском мире к ним, как к низшему звену. И желающих сейчас в исправительных колониях уже не так много идти на подобного рода понижение своего статуса, а те, которые были готовы на это пойти, они пошли и уже трансформировались. Либо в 200-го, либо в 300-го, либо в 400-го. Знаете, мы в нашем эфире буквально час назад общались с мэром Мелитополя Иваном Федоровым. Он говорил, что в Запорожскую область сейчас приезжают тоже вагнеровцы, их расселяют по селам, по домам, по квартирам наших граждан. А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил накануне, что цели готовящегося наступления Российской Федерации – это Харьковская и как раз Запорожская область, которую я сейчас вспоминал. Вот с Запорожской области, с одной стороны, понятно, это сухопутный коридор в Крым и так далее, но вот Харьковская область, мы помним, как российская армия оттуда в свое время бежала. Для чего им эти действия сейчас в плане наступления на этом направлении? Будет ли оно там? Не исключено, что это может быть в направлении Купянска реализованное наступление, либо в направлении Лимана, опять же, Слауганщины, то есть по линии, Сватовско-Кременной линии. Это абсолютно не исключено, особенно с учетом того, что они там накапливают ресурсы. Тут другой вопрос, то, что про наступление, планы по наступлению они вынашивательны, продолжают к нему готовиться, а какой будет эффект, какие у них возможности в этом плане реализации. Поскольку, если мы говорим в направлении Купянска, ну так там, в принципе, для них будет проблема пробивать линии обороны, имеющимся ресурсам, вряд ли это у них получится. В направлении Лимана там вообще интересная ситуация. Там не только им придется проходить через линии обороны, уже обустроенные вооруженными силами Украины, а есть еще и ландшафтные проблемы. Вердинское лесничество, например, как они через него пройдут, если оно контролируется вооруженными силами Украины, какого-то наступления стремительного не получится. В Запорожской области немного все интереснее. В Запорожской области на сегодняшний день сконцентрированы силы и средства российских оккупационных войск, по своему качеству, наверное, самые худшие в зоне боевых действий. Отмечается у подразделений отсутствие полной штатной комплектации по технике, личного состава и так далее. Количество есть, качество опять-таки самое худшее в зоне БД. Если говорить о наступлении, то оно может быть не в Запорожской области, не широкомасштабным, не по всей линии фронта. Там линия фронта почти 100 километров. Они могут быть узконаправлены, например, в направлении Орехова, либо в направлении Гуляй-Поля. Это наиболее такие повышенные зоны риска вот таких вот наступлений узконаправленных. И появление вагнеросов тут может быть обусловлено именно тем, что они будут играть роль опять-таки живого мяса. Поскольку в прошлый раз, когда... Зомби эти, идущие, да, на пролом? Да, да, да. В прошлый раз, когда они... Ну, там тоже есть определенные причины, почему они так себя ведут. Достолько, скажем так, условно бесстрашно. Но они боятся возвращаться, потому что их ждут за градотряды и расстрелы, правильно? Не совсем так. Большое количество присутствует там сейчас наркоторговцев и наркоманов из тюрьмы. И даже были неоднократно случаи, когда задерживали вагнеросов за торговлю наркотиками среди российских военных. Вот один из таких случаев был относительно торговца наркотиками Вадима Техова из Северной Осетии, которого задержали опять-таки за торговлю среди российских военнослужащих. И это сплошь и рядом. Даже лично Евгений Пригожин, например, награждал орденом такого деятеля из Вагнера, как Анатолия Салмина, известного в своем населенном пункте Пекалева, как наркоторговец и вообще один из страшнейших людей. Теперь он получит еще и амнистию благодаря участию в Вагнере. Так, насчет Запорожской области и использовались российскими оккупационными войсками тактика вот этой живой волны в прошлый раз, когда они на справлении Орехова пытались пробить наши линии обороны, не получилось особо. Теперь подгоняют, похоже, ЧВК Вагнера именно для того, чтобы заваливать позиции телами, продвигаться именно в рамках живых волн, что в очередной раз подтверждает, что узконаправленное наступление возможно, но не широкомасштабное. Александр, уточните, пожалуйста, еще по ресурсу. В сети сейчас тоже появляются разные сообщения о накоплении бронетехники, в частности танках, о каком-то невероятном их количестве со стороны Российской Федерации. Есть ли это все? Наверное, вы имеете в виду сообщение от Foreign Policy. Я не знаю, откуда о Foreign Policy информация, там сегодня буквально с утра читал про 1800 танков на вооружении российской армии. 400 самолетов, 300 вертолетов. Да, откуда вот такие данные, поскольку, ну скажем так, что такое 1800 танков? Вот просто математические. Это более 160 батальонно-тактических групп, штатная комплектация. А на территории Украины никогда не присутствовало больше 110 БТГР. Это первый момент. А второй момент, если у них такое количество танков, то почему у них сейчас острейший дефицит вообще с техникой, как с танками, так и с ББМ? То есть цифры не совсем соответствуют действительности. Если у них это все есть, почему они это не используют в тех локальных наступательных операциях, которые мы могли наблюдать последние месяцы? И самое интересное то, что согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Россия практически лишилась за 2022 год своего боеспособного потенциала танкового вооружения. То, что у нее сейчас есть, это то, что снимается с консервации и хранения. И возвращаясь к вопросу боеспособной и пригодной к ремонту консервированной техники, которую можно снимать с консервации, это примерно 2000 танков. Но для того, чтобы их вернуть в строй, необходимо несколько лет, поскольку каждый танк — это обслуживание, это ремонт, это не одного дня дела, иногда это даже месяца. И 1800 — это просто заоблачное количество, но соответствующее той технике, которая пригодна снятию с консервации и ремонта пригодна. Александр, еще интересная тема появилась. В оперативном командовании Юг заявили, что наши бойцы уничтожили на Юге семь плавсредств россиян, которые те готовили для диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, ВСУ повредили грады, которыми оккупанты обстреливают Херсон. И вот за последний месяц это уже не первое сообщение с Юга об уничтожении именно плавсредств. Расскажите об этой активности армии противника. По Руслу Днепра они активизируют свою деятельность, диверсионную деятельность, поскольку мы знаем, что там, возможно, сама по себе обстановка позволяет проводить диверсионные действия ограниченным количеством групп, опять-таки на островах, и поэтому повышенные риски, повышенные угрозы, они присутствуют. Причем даже пытаются периодически и на правый берег отправлять диверсионные группы таким образом. Что до уничтожения БМ-21 «Град», то да, действительно, это реактивная система залпового огня сейчас используется российскими оккупантами с левого берега исключительно как элемент террористических атак, обстрелы населенных пунктов по правому берегу, поскольку она имеет свойство быстрого развертывания, быстрого отстрела всего пакета, и она покидает свою позицию до того, как может начаться контрбатарейная борьба, то есть уничтожение этой боевой единицы на ее позиции. А то, что они уничтожаются, это, ну, скажем так, это высокий уровень профессионализма по борьбе с данными видами реактивных систем залпового огня. Александр, спасибо вам большое за ваши комментарии. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был с нами в эфире «Фридема». Всего доброго. Продолжение следует...